Кота Вячеслава можно назвать счастливчиком. Его удалось спасти благодаря группе волонтеров. Плохо передвигался на своих лапах. Спасенные питомцы – самые преданные животные в мире, утверждают активисты. Этот кот очень умный. Он защищает других девочек у меня, кошечек, тоже инвалидов. Он вообще какой-то человекообразный. Еще один волонтер фестиваля – Римма Бахтеева, хозяйка 20 кошек. Первого уличного кота она забрала, когда ей было всего 7 лет. Уверяет, все, что нужно четвероногим – это забота. Зимой обязательно покормили, если видят животное, и завели в подъезд кошку или собаку. А летом, чтобы не просто покормили, но налили водички попить, потому что жара стоит. Одна из острых проблем – нехватка государственных приютов в городе, признается волонтер. Подобранных с улицы котов не оставляют в беде. Относят в ветеринарную клинику и лечат за свой личный счет. Самый главный совет – это любовь к животным, внимательное отношение к их здоровью, к их привычкам, к их питанию. И тогда будет все хорошо. Вооружившись картоном и ножницами, сотрудники библиотеки построили дома для кошек. Позже пришло и решение создания целого фестиваля, ключевая идея которой – привлечение внимания к проблемам бездомных животных. Присоединиться к этому празднику пришла идея ко мне, потому что мне захотелось, чтобы был такой пушистый, добрый фестиваль. Наши участники, наши гости праздника украшают дом для кошек. И далее мы этот домик дарим кошкам, волонтерам, у которых нет еще своей семьи, своего дома. С пожеланием, чтобы он у них появился. Хотелось бы, чтобы люди очень серьезно отнеслись, потому что кошки – это, ну так же, как и собаки, это не игрушки, которые взяли, поиграли, а потом можно выбросить или кому-то отдать. Все-таки мы должны быть ответственны за них, да, если мы взяли, то уж идти с ними до конца. Подобный фестиваль в городе проходит впервые. Организаторы праздника надеются, что это станет хорошей ежегодной традицией. Из Канар Мерзагитов, Ленар Султанов, Новости Челны ТВ.